всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале видеошопер это новенький телефон складной телефон раскладушка samsung galaxy z flip 6 на мой взгляд он не очень сильно отличается от прошлогодней версии дальше посмотрим на него подробнее что изменилось что вообще это такое если вы не знакомы с таким форматом ну вообще те кто постарше или те кто интересуется технологиями как они развивались там с нулевых годов телефоны то было раньше очень много раскладушек делали абсолютно все у кого-то получалось это лучше у кого-то хуже но все ключевые игроки делали форм-фактор раскладушка в нулевых годах и даже еще в десятых сейчас этот форм-фактор он не столь популярен как раньше хотя на самом деле идея достаточно интересная то есть мы берем обычный большой телефон большой экран в данном случае 6 и 7 дюймов делаем то есть технологии экрана специально позволяющие тысячи раз его сгинать пожалуйста у нас маленький компактный телефон который занимает просто меньше места но распространение конечно повсеместно такие устройства не получают по ряду причин в основном конечно это неудобно за счет того что здесь всегда есть полоса небольшая плюс вот эти петельки и честно говоря цена смотря на то что это флагманского уровня устройства он стоит даже дороже чем примеру базовый или даже плюс samsung galaxy s24 но такое небольшое вступление и смотрим на сам телефон сам телефон z flip 6 весит 187 грамм это на самом деле нормальный вес обладает двумя экранами закрытом состоянии экран небольшой 3 4 дюйма на нем отображается к примеру время на нем также можно открыть какие-то приложения камеру естественно можно открыть он дополнительный удобно на самом деле ничего не скажу но основная фишка конечно же это большой экран 6 7 дюймов amoled ltp amoled от samsung пиковая яркость 2600 нит рамочки конечно большеватые но придираться как-то не хочется 120 герц частота обновления экран на самом деле хороший приятный экран ну еще бы за эти деньги тут и не должно быть чего-то простого это фактически флагманское устройство четвертое устройство можно сказать galaxy s24 отдельная линейка но здесь все флагманское по экрану у меня вопросов нет как и говорил небольшая вот это вот ложбинка она чувствуется если на телефоне будете играть там что-то делать но в любом случае пальцем проводите она видна справедливости ради не хочется на этом акцент делать но приходится потому что пока не придумали чтобы было все идеально ровно то есть мы экран просто пополам сгибаем и петельки если опять же игры какие-то хотя я очень сомневаюсь что кто-то на этом телефоне будет играть но все-таки вот эти петельки они немножко выступают по экрану по характеристикам и по собственно цветопередаче по всему тут полный порядок это настоящий флагманский экран все хорошо и разрешение частота обновления и пиковая яркость все очень и очень прилично то же самое я могу сказать по процессору единственная поправка здесь qualcomm snapdragon 8 gen 3 естественно это даже слишком много очень-очень для раскладушки с запасом на несколько лет мощности единственный троттлинг тест он проходит не очень хорошо это опять же объяснимо потому что это форм-фактор расколдушка и занимает место второй экран поэтому здесь сложно сделать эффективную систему охлаждения но это все касается игр либо тяжелых нагрузок играть например современные игр на нем скачивать 20 гигабайт видео монтирует 4к видео на этом телефоне в повседневном использовании вы не почувствуете того что показано на троттлинг тесте а сам корпус кстати корпус естественно прочная алюминиевая рама металлическое стекло горелый глаз второго поколения и конечно стереодинамики есть водозащита но нет пылезащиты ip48 то есть этот телефон нельзя к примеру уронять на пляже какие-то мелкие частицы он не защищен от них мельчайшие то есть это первая цифра это защита от попадания внутрь мелких предметов вот как раз из-за складного механизма но ip48 цифра 8 позволяет погружать этот аппарат под воду пресную специально я никого не вызываю никогда погружать ваши телефоны даже воздостойки под воду но спецификация такая есть кстати он практически не как не мешает не болтается на самом деле по сравнению с прошлым поколением по моему они чуть-чуть улучшили у меня нет на руках предыдущего поколения флипа но стало лучше то есть практически люфта нет чуть-чуть точнее есть начале я на этом даже внимание акцентировал но все-таки походив с ним попользовавшись немножко он не сильно не мешает то есть держу в руках и если только чуть-чуть совсем чувствуется что конструкция не монолитно в отличие кстати от фолдов там прям так классно сделали вот квадратик он вообще монолитный даже сгибать его усилия нужно здесь не так все классно но тоже на достаточно хорошем уровне по батарее аккумулятор емкости 4000 миллиампер час это не так и много учитывая что экран хоть амоледовский но большой и к сожалению зарядка ее в комплекте нет зарядка поддержка только 25 ватт на самом деле конечно немного 25 ваттная зарядка ну что тут сказать samsung идет своим путем к сожалению заряжается либо через тайп си 25 ватт либо можно беспроводным способом что конечно же удобно 15 ваттное зарядное устройство беспроводное оно не в комплекте конечно но поддерживает абсолютно любой одна и та же технологии че поэтому беспроводная зарядка также есть это просто удобно и практично я например последние годы свой телефон у меня пиксели в основном привык заряжать беспроводов это дольше как правило но это удобно ну и по камерам напоследок знаете на самом деле фотографии получаются достаточно приятными но на мой взгляд тот же galaxy с 24 плюс или ультра фотографирует несколько лучше нет такого прям вау эффекта но все равно в любом случае это флагман и честно говоря флип они не были никогда такими камерафонами честно говоря вот есть основная камера есть широкоугольная камера можно приближать на самом деле где-то двухкратный без потери качества но это просто нормальная добротная камера не более что касается видео мы можем записывать вплоть 4к 60 fps качество видео опять же неплохое но сказать что она выдающиеся на уровне там не знаю того же с 24 пикселя там 8 айфона и так далее я тоже не могу просто добротно и хорошо хотя на мой взгляд устройство дорогое на нем должно быть все просто в идеале в любом случае это неплохой камерафон неплохой видеофон конечно же будет хорошее и добротное качество как фото так и видео флип 4к 60 fps ну фронтал фронтальная камера ну и напоследок что могу сказать телефон определенные нишевый то есть на каждый день его сложно взять потому что батарейка там на 20 процентов меньше емкости везде 5000 во всех телефонах даже некоторые китайские компании делают чуть больше там 5200 и даже 5000 5000 4000 миллиампер час зарядка всего 25 ватт ну он хороший прикольный но все-таки в основном телефон для тех кто любит что-то необычное кто хочет выделиться либо как второй телефон если финансы позволяет если вам нужно что-то нишевое чтобы удивлять людей да и самому просто пользоваться достаточно необычно единственное одной рукой практически нереально раскрыть можно но это очень сложно никаких пазов нет поэтому открывается он двумя руками а вот эффектно закрыть можно одной ну и наверное я я думаю мое мнение все-таки женщинам такой телефон хорошо подойдет место занимает мало в сумочке достаточно легкий компактный и женщины такие штуки вообще любят очень много женщин раньше пользовались раскладушками мужчины пользовались конечно но все-таки особенно в розовом концепте для женщины подойдет идеально стильно интересно добротно ну и технологично и дорого на этом сегодня все не забывайте у нас есть соцсети подписывайтесь на наши социальные сети ссылки под видео и подписывайтесь на рутуб естественно канал видеошопер как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны с уважением давид и команда видеошопер счастливо друзья подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки 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 подпис